Слава Богу! Знаете, вот как-то смотришь, сидишь и думаешь, счастливые мы с вами люди, что можем здесь находиться. Это не наша заслуга, это даже порой не наше желание, но Господь Он приводит сюда, чтобы нам слышать Слово, некое Слово. Знаете, это Слово, оно может совершить великую работу в каждом сердце, в моем и в вашем. Только бы нам верою принять это Слово, чтобы оно было растворено, чтобы оно не было пренебрежено нами. Знаете, благодарность Господу. И вы в этой песне слышали про сирот, знаете, есть такая категория людей, которые оставлены, у которых нету надежды, у которых нету какого-то выхода в жизни, и они сталкиваются с определенными проблемами. Знаете, я был один из таких людей. Я сам столкнулся с этим, что у меня с детства, я не знаю, кто мои родители, я не знаю, как их зовут, я не знаю, что они из себя представляют, какой у них характер, какие черты лица. Я не знаю, у меня нету такого даже, у меня просто воспоминания есть, какие-то определенные такие силуэты, такие мгновения какие-то. И знаете, многие из них далеко неприятные. И ты как-то вот так вот смотришь на всю свою жизнь и говоришь, Бог мой, почему он вот так у нас устраивается как-то все? Как-то все так складывается? И задаешь Богу вопросы, с обидой приходишь такой. Знаете, перед тем, как я буду до конца свидетельствовать, хочется одно слово зачитать. Это Иезекииль. 16 глава, 4 стиха. При рождении твоем в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водой ты не была омыта для очищения, и солью не была оссолена, и пеленами не повита. Ничей глаз не жалился над тобой, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого. Но ты выброшена была на поле по призрению к жизни твоей в день рождения твоего. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе, в кровях твоих живи. Так я сказал тебе, в кровях твоих живи. Умножил тебя, как полевые растения, ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты. Поднялись груди, и волоса у тебя выросли, но ты была нога и не покрыта. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя. И вот это было время твое, время любви. И простер я воскрыли ризы моих на тебя, и покрыл ноготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, и ты стала моею. Знаете, вот эти слова, когда я читаю, когда мы читаем, знаете, вот так вот описано, что «и проходил я мимо тебя». Знаете, Бог, Он прошел, проходил мимо каждого из нас. И Он что-то увидел, Он увидел нужду, Он увидел проблему, Он увидел, может, отсутствие любви в жизни человека, и Он не остался равнодушным, Он не остался таким, что прошел дальше, и все, знаете, помните, как это, как вот проходили мимо нуждающегося человека, и никто не помог, а Бог Он увидел. Он увидел больше, чем мы. Знаете, я в жизни своей с детства рассматриваю, так смотрю как-то, обращаю внимание, и вот ничего не было. Родился в семье бомжей, не было негде жить, нечего поесть нормального, такого здорового, как мы сейчас имеем все на столах, а не ценим этого. У нас мирное небо над головой, и это для нас неблагодарность Господу. У нас есть все, а славы Богу нету в сердце своем. Знаете, ни в коем случае это не звучит как обличение какое-то. Я самому себе говорю, мы так перестали ценить какие-то простые вещи. А вот у меня просто смотрел как-то с детства, не было ничего этого. Не было материнских объятий, какого-то руки отца, который тебе поможет, защитит. Этого ничего не было. Я как-то смотрел, и жизнь шла. Мы где-то там жили в подвалах, в люках, в каких-то местах, таких, знаете, в палатке. На моих глазах рождалась моя младшая сестра. Я сам как бы помогал принимать эти роды, выносил эти тазики, там что-то делал. Помню, как где-то ночевали тоже в таких всяких местах, в притонах. Столько всего насмотрелся с детства, и я потом как-то к Богу с обидой такой приходил и говорил, Бог, за что мне это? Я смотрю на людей в церкви, я смотрю, как многие рождаются в семьях таких, ну, благословенных по-настоящему, и не ценят этого всего. У них есть родители, у них есть кровь, пища, Слово Божие, которое подается в слове, в проповедях. Но у меня этого никогда не было, Господи. У меня такие претензии даже к Богу были. Я говорил, за что мне это? Почему у меня такая жизнь? Я просил Бога, говорил, Бог, может, хватит мне жить на этой земле вообще? Может, надо было где-то там давно уже, где-то в этом люке оставить в лесу? Умер бы от голода, может, от каких-то там болезней, это все подцепить можно вообще. Но я как смотрю, Бог, Он так хранил. Я просто удивляюсь порой, не понимаю этой любви Божией, эту любовь не постигнуть, эту любовь как-то не вместить, не понять. Она к тебе вот так вот простерта просто, а ты удивляешься. Мне Бог сколько раз тоже говорил, будешь удивляться, удивишься работе моей. Знаете, жизнь шла вот так вот. И однажды я со своим родителем биологическим, мы пришли в эту церковь на гуманитарную помощь, там раздавали, помогали. И одной женщине до этого приснился сон за две недели, что она берет мальчика к себе домой. И она, когда увидела меня, предложила моим родителям, давайте я хотя бы заберу его к себе домой, мы помоем, переоденем, что-то поможем. Ну, немножко хотя бы, потому что понятное дело, как я выглядел, как от меня, может, пахло, как оно, какое, как сказать, ощущение было от меня. Знаете, ну, они оттуда отдали, как бы так без вопросов вообще, и начали у меня расспрашивать, как ты живешь там все. Я рассказывал о том, что я где-то попрошайничал, бродяжничал, вот все эти моменты, как, знаете, детское сердце, оно начало изливаться, какая-то боль такая, знаете, обида, какая-то, знаете, горечь. И они решили, говорят, ну, ты можешь пожить с нами. И там пошло все до дел, до судов. И в итоге мне как-то в какой-то один день приходят, и говорят, хочешь быть, хочешь, чтобы у тебя была наша фамилия. Я такой, ну, почему бы и нет, как-то я не задумался особо, ну, мне понравилось такое предложение, и в итоге меня установили. И с этого момента я начал посещать нашу церковь, слушал слово, как-то, знаете, по-детски ходят в церковь все, я же тоже пойду, не скажешь, что не пойду, не буду слушать и так далее. Воскресная школа, все нравится, все так приятно как-то, как-то касается моего сердца, но Бог, он мне как-то даже, я не знаю, как это объяснить, у меня всегда желание в сердце было такое с детства, нужно служить Богу, вот не знаю как, но нужно что-то делать. Потому что сколько проповедей слышал, сколько свидетельств различных миссионеров, там, я всегда там помню, там, говорил, все, я буду миссионером, там, поеду туда, надо же людям, рассказывать людям о Боге, это же так классно, там, о Иисусе Христе, я как-то горел этим, горю до сих пор, знаете, вот как-то так все это шло, но жизнь прежняя, она, она, знаете, она как будто тебя вот привязывает порой, порой что-то тебя настолько удерживает, этот грех какой-то родительский такой, я не виню ни в коем случае там, что вот у меня родители такие плохие были, поэтому вот я вот во всем этом жил, хотя какое-то время так и было, но я понимаю, что судьба от Бога, что какие-то моменты нужно пройти, тебе это непонятно, ты находишься в каких-то переживаниях, трудностях, и у тебя сегодня нету решения, у тебя сегодня нету выхода, тебе кажется все, все погибло, все пропало, но Бог в свое время, Он приходит так близко к тебе, и так подходит и говорит пойдем, знаете, это так ценно, я ходил, церковь продолжал, была библейская школа одна такая, и там призывали на покаяние, один брат приехал, звал, я помню, Бог так как-то очень близко начал говорить в мое сердце, я как-то слушал, и это слово, оно просто, оно пронзало меня, оно о чем-то говорило мне, о какой-то надежде, о том, что тебе, Олег, нужно жить как-то по-другому совсем, тебе нужно жить по-другому, твоя жизнь, она совсем не в том порядке, она нарушена, в ней нету основания Божьего, я как-то вот так вот на все это смотрел, ну, знаете, я на то время думаю, ну, Господь, сколько раз я уже вышел туда, на эти вперед, там уже, там со служителями, что-то там как-то молился, там как-то рассказывал в своей жизни немножко, ну, Господи, ничего не поменялось, что мне делать дальше, но я все равно как-то стоял, думал, ну, и пошел, откликнулся на этот голос Духа Святого, как-то влек меня, я помню, вышел, меня даже вперед подозвали, говорят, иди, зову тебя спереди, я до того времени не знал, что такое пророческое слово, особо не вникал, как-то не сталкивался с этим лично, но я помню, когда Бог обратился ко мне такими словами, которые я помню всегда и буду помнить, Бог сказал мне, я ждал тебя, знаете, оно ценно, когда Бог еще называет тебя сыном твоим, когда Бог называет тебя, когда Бог говорит тебе о том, что Он любит тебя, о том, что у Него на твою жизнь есть что-то большее, что-то прекраснейшее, то, что тебе не вместить, ты не поймешь этого до конца, если не доверишься Богу, и Бог тогда с такой любовью подошел ко мне и еще сказал, сын мой, ныне сходит на тебя Дух мой, знаете, я в то же время получил и крещение Духом Святым, о чем не просил, о чем не молил, это какой-то дар такой незаслуженный, я не скажу, что моя жизнь после этого, она просто стала какая-то прям сверхъестественная, нет, я дальше пошел, как говорится, столкнулся со всеми этими проблемами своими в жизни, какими-то сложностями, трудностями, но я могу одно сказать, может кто-то думает, что если он пришел к Господу, то все, пред тобой все дороги открыты, пред тобой не будет препятствий, все у тебя будет так легко и просто, но я понимаю одно, что это точно не так, многими скорбями надлежит войти в Царство Небесное, но во всех этих скорбях, во всех этих путях с тобой будет идти любящий тебя Господь, если ты Ему доверишься, если ты поверишь Его Слову, Его любви, не засомневаешься, не разочаруешься когда-то, что у тебя не получается, но скажешь во всем, Бог, веди меня. Вы знаете, вот с этого момента у меня в жизни так и началось, были трудности, но у меня в сердце всегда было как-то, Господи, помилуй, Боже, проведи, помоги, выведи. Сколько раз Бог отвечал на все эти моменты, на все эти молитвы, за что я Ему благодарен. Я верю, что у каждого в жизни такое было, когда Бог к нему обращался, помогал. И после этого жизнь так шла, поступил в университет, уехал жить в Китай немножко, там учился, там тоже Бог хранил, оберегал, могли там и избить, и побить, тоже как-то все так, денег вроде и не хватает, но на все хватает. Я не знаю, как-то так вот бывает, что нет ничего, а потом все есть. Знаете, я думаю, кто-то переживал это такое в жизни, но Бог так вел, так чудно, знаете, и после Китая приезжаю, устраиваюсь на работу, в итоге учителем стал работать, преподавать китайский язык, но забирают в армию, тоже такая нужда перед Богом. Как это смиряюсь, так стараюсь, Господи, я не хочу идти в эту армию, в этот Слуцк, просидеть там, как в тюрьме этот свой год, хотя, может, многие бы сказали, ну, слушай, да год же всего лишь, у тебя высшее образование все год, побыл, да и забыл, а у меня какое-то внутреннее всегда сердце, ну, как-то такое состояние было, не хочу туда, Боже, может, есть что-то другое, и Бог как-то и открывал потом, и узнал про эту альтернативную службу, и пошел туда на два года, Бог заранее как бы тоже открыл, сказал, все это от меня, устрои путь, увидишь, удивишься и будешь благодарить за все. Так оно и было, но это был для меня такой очень большой урок в жизни, всегда есть тот, кому будет еще, может, гораздо-гораздо хуже, чем тебе. Там таких людей насмотрелось, я был, как работал в психологии, в неврологическом доме-интернате, там как психушка, если так вот простым языком, люди просто оттуда не выходят, у них нету там уже надежды, какого-то шанса, их пичкают таблетками, чтобы просто сбить нервную систему, потому что они приходят в какое-то буйство, в какие-то свои эти моменты, столько насмотрелось, знаете, ну, такое в сердце же благодарность Богу появилась, смотри, где мог бы быть ты, смотри, откуда тебя достал Господь, знаете, благодарны за это, мы так много не ценим, не понимаем, но Бог так сильно любит, что мы сейчас находимся на этом месте. После ретрансивной службы пришел уже домой, как-то я с одним другом еще общаюсь, он говорит, ну, я думаю, что ты в этом году женишься, я такой, да не, ну, как-то говорю, да не, ну, это невозможно, как бы я ж ни с кем вообще не общаюсь, ни с какими сестрами, там, ни с кем не переписываюсь, да зачем оно мне как-то, я думаю, только что надо же устроиться там на работу, там, опять вернуться или найти новую, там, как-то жизнь, там, ни жилья, ничего нету, думаю, как тут дальше жить, что делать? Думаю, не, ну, потом когда-нибудь, хотя мне до этого было сказано, год, чуть больше двух лет назад было сказано, через одно сосуды в барановичах, я был на свадьбе одной, я наблюдал так за людьми, у которых была свадьба, и к Богу, таким вопросом, такой обидой тоже, опять в сердце, такой горечка какая-то, ком такой горло подскочил, я такой сижу, Господи, у них все есть, где ж мое? И как-то так вот сидел, потом молитва была, и слово такое было, сын мой, ты вот так вот смотришь на всех, вот так, у того этот, у того тот, а я тебе говорю, у тебя я, Бог живой, знаете, это, оно дает силы идти дальше, оно дает силы жить, прославлять Бога, и было так же сказано, сын мой, есть день, когда такое же торжество будет и у тебя, я после этого, я до этого вообще не хотел, ну, смотря на всю свою жизнь, на свои обиды такие детские и так далее, я вообще не хотел, а тут прям такое желание появилось сильно, я вот не знаю, как оно происходит, ну, прям Бог сказал и захотелось, вот сразу почувствовал, что у Бога есть такое определение, и тогда и жить хочется, и благодарение Богу, в этом году совсем недавно я женился, совсем недавно здесь благословляли, стоял, знаете, Бог, Он верен своему слову, и вот сейчас, как бы, этот день, будет неделя молитвы за сирот, я призываю вас просто к тому, чтобы вы открыли свое сердце для других людей, позволили, чтобы любовь Божия, она совершала через вас действия, я не могу просить вас о том, чтобы идите, усыновляйте, удочеряйте, идите по приютам, но у вас есть одно сильное оружие, просто молитесь за других людей, которые не имеют того, что имеете вы, что имею я, не было, но Бог дал, у вас тоже может в какой-то момент ничего не стать, но у вас всегда будет Господь, а кто их поддержит, знаете, призываю вас к тому, чтобы просто благодарить Бога за то, что есть у вас, и желали это другим, молились, поддерживали сирот, те, кто находится в грехах сильных, в несвободе, вы сильны, сносите бремена других, если захотите, если попросите Бога об этом, пусть Господь даст нам это желание и прославится, аминь. Субтитры создавал DimaTorzok